Добрый день, уважаемые коллеги! Кажется, я успел к 12 часам. У меня тут произошла небольшая катастрофа. Я залил кофе, свою клавиатуру, и вот только-только вышел в эфир. Ну, успел к 12, слава богу. Ну что ж, давайте начинать. Давайте начинать нашу вебинарную неделю. Начинаем мы нашу вебинарную неделю с вебинара Натальи Логачевой. Диссертационный совет для успешной защиты. Когда, где, как искать и что учитывать при выборе. Но прежде всего, как всегда, я хотел бы вам рассказать о тех ссылках, которые я разместил в нашем чате только что. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, на его главную страницу с расписанием. И на этом сайте можно зарегистрироваться на все вебинары в нашем расписании до конца нашего учебного года. Хочу отметить, что потихонечку все дыры в нашем расписании закрываются. И вот уже у нас конец января и февраль полностью заполнен вебинарами. Можете посмотреть. Вот что касается остального расписания, то и оно будет потихонечку пополняться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. И на нем будет расположена в том числе и запись этого вебинара. Третья ссылка – это ссылка на страницу онлайн-курсов. И на ней расположено предложение по 9 онлайн-курсов. Если кто-то хочет учиться дистанционно, пожалуйста, посмотрите наше предложение на этой странице. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно приобрести сертификат об участии в тех мероприятиях, где вы поприсутствовали, где вы приняли участие. И сейчас я еще хотел бы дать ссылку на три следующих вебинара, которые пройдут у нас сразу после сегодняшнего. То есть на вторник, среду и четверг. Одну минутку. Я скопирую из своей таблицы эти данные. Вот эти вебинары. Прошу прощения, я не успел их привести к хорошему виду. Ну, надеюсь, вы увидите все, что надо. Завтра мой вебинар. Начинается он в 12 часов по Москве. Называется «Практические советы ведущему вебинара». Часть первая. Подготовка материалов вебинара. Этот вебинар у нас входит в большой восьми... Восьми вебинарный трек, посвященный работам с вебинарами. Для тех, кто хочет стать спикером, организатором вебинаров и так далее. Первый из них прошел на прошлой неделе. И вот продолжение этого трека. В среду, 23 января, Марина Орешко. В 15 часов, обращаю внимание, Марина всегда у нас выступает в 15 часов по Москве. Ее вебинар «Дополненная реальность библиотеки». Ну и, наконец, 24 января в четверг, Алексей Дьячков закончит свою трилогию вебинаров про систему дистанционного обучения Moodle. Вебинаром «Реализация требований FGOS к электронной образованию». На среде вуза на базе СДО «Русский Moodle 3KL». Поставьте мне, пожалуйста, плюсы в чате, если все в порядке со звуком. Благодарю. Благодарю вас. Хорошо, давайте тогда начинать. Сегодняшняя наша тема, на самом деле, кажется, для тех, кто готовит диссертации, может быть, не сходу актуальной. Потому что, ну, когда это еще будет, когда там случится защита и так далее. Хотя понятно, что все на разных этапах находятся. Но, тем не менее, такая тема не сразу понятная. Зачем она, для чего она и вообще зачем я буду озадачиваться этим вопросом, думает аспирант или докторант. На самом деле, сейчас есть поводы этим вопросом озадачиться. И я сегодня, собственно говоря, об этом и буду рассказывать. Если сегодня к нам присоединились те, кто не был на моих встречах, то я в двух словах скажу, что я доктор экономических наук, защитила диссертацию по специальности 08.005 региональная экономика и, соответственно, веду проекты поддержки аспирантов и докторантов. Поэтому рассказываю вам о тех тонкостях или моментах, которые, может быть, сразу сходу непонятны. Что сегодня на вебинаре мы с вами посмотрим? Ну, я уже несколько раз приходила к выводу, что такое ощущение, что ВАГ следят за нашими с вами встречи. И как только у нас какая-то встреча возникает, появляются какие-то новые материалы как раз по теме. Так вот, сегодня мы начнем именно с важных новостей, потому что ВАГ нас, ну, не сказать радует, но, скажем так, информирует. Второе, мы посмотрим, зачем искать диссертационный совет и когда вообще этот процесс стоит затевать. Вообще, кто это делает? Третье, нам нужно понимать, с чего стартуем мы, когда мы собираемся найти диссертационный совет. То есть какие вещи нужно знать до того, как вы будете искать, приступать к самой процедуре поиска и почему это важно. Ну, и, естественно, сам поиск, как его вести, где нужно очень внимательно, каким моментом отнестись, ну, и некие риски, которые все-таки они есть. И, честно говоря, не могу сказать, что они уменьшаются, но, тем не менее, как их минимизировать, да, то есть чтобы все-таки ваш выбор был для вас такой обоснованный, не случайный. Итак, что касается новостей, то я даже, друзья, не могу сказать, что они прям плохие, да. Они очень конкретные. Ну, во-первых, наступил, точнее говоря, новый этап дорожной карты. Если кто из вас не слышал, что такое дорожная карта, есть такой документ принятый, дорожная карта по оптимизации сети диссертационных советов. Я, понятно, сейчас не называю ее название прям точно, дословно, да, но суть ее в том, что до 2019 года сначала она планировалась, сейчас она продлена до 2020 года, но суть ее сводится к тому, что за этот промежуток времени сеть существующих диссертационных советов будет подвергнута изменению, но не из серии, что там они сами эти советы что-то с собой сделают, да, а скорее из серии, что ВАГ внедрил процедуры мониторинга деятельности диссертационных советов и по результатам этого мониторинга обязал себя принимать определенные решения, установил сроки. И вот новый этап, это как раз о том, что очередным этапом этой дорожной карты был объявлен декабрь 2018 года, когда те диссертационные советы, которые не достигли установленных к этому моменту значений, коэффициентов своей деятельности, эти оценки касаются как деятельности самого диссертационного совета, так и членов этих диссертационных советов, то по предварительному решению по сам этап этой дорожной карты подразумевал, что в этих советах произойдут определенные изменения, какие их приостановят их деятельности. Ну и в связи с этим ВАГ, собственно говоря, движется по этой дорожной карте, и в декабре уже этот список «Возенник», но прям вот буквально 18 января он еще чуть-чуть уточнился, обновился, и мы, собственно говоря, обновленный перечень советов перед самым вебинаром по этой теме с вами получили. Я позволю себе несколько цифр прокомментировать для того, чтобы у вас создалось более четкое представление о том, какова динамика по числу диссертационных советов. Если мы будем сравнивать с вами вот этот прошедший год, собственно говоря, от декабря 17 до декабря 18, когда действовала вот эта дорожная карта до ее последнего текущего этапа, то даже за этот промежуток времени количество диссертационных советов потихонечку снижалось, то есть их приостанавливали, потом их деятельность прекращалась. Теперь на текущий момент времени мы наблюдаем, что в списке все перечни имеют, размещаются на сайте ВАК. Я вам этот перечень в конце вебинара предоставлю. Этот перечень имеет номер. Перечень 55 сейчас действует от 18.01.19 года. И в этом перечне 1912 советов. Хочу сказать, что так вот для справочки я вам, чтобы тенденция не казалась столь безобидной, как она на слайде представлена, что если мы посмотрим чуть более длительный период, то мы увидим, что снижение советов происходит очень существенно. Ну, я не знаю, там, наверное, более 40% уже снижения имеется. И, в общем-то, эта тенденция сохраняется по какой причине, а потому что вот этот слайдик, если мы с вами следующий посмотрим, нам сразу же станет ясным, что в этом перечне в текущем, в котором уже и так количество советов уменьшено, еще 115 советов, у них приостановлена их деятельность. Что это за советы? Я чуть позже о них расскажу, о причинах приостановления деятельности советов. Сейчас я просто хочу сказать, что если опять же вы посмотрите на предыдущие столбики, то есть 17-18 год, таких масштабных приостановлений не было, именно потому что не наступило действие вот этого этапа дорожной карты, когда те советы, которые не выполнили установленные нормативы, а их и должны были приостановить. Что значит приостановление деятельности диссертационного совета? Это значит, в этом совете не проводятся защиты, это значит, что эта процедура может продлиться до полугода. Соответственно, если диссертационный совет не предпринимает никаких действий, после этой процедуры его деятельность будет прекращена. Соответственно, вот такая у нас сейчас ситуация, вот такие новости. И, соответственно, мы должны в этих условиях, в этой ситуации, когда мы понимаем, к чему все идет, к более жестким требованиям, к более конкретным требованиям, и, собственно говоря, к конкретным шагам, мы в этой ситуации с вами должны, мало того, что готовим диссертации, мы еще должны искать диссоветы, в которых мы сможем пройти благополучную защиту. Поэтому тема действительно актуальна для тех, кто заинтересован все-таки в том, чтобы смягчить вот эти риски именно для себя. Я прошу вас буквально на один вопрос ответить, для того, чтобы я сориентировалась. Те, кто пишут диссертации, поставьте, пожалуйста, мне плюс, что да, я пишу диссертацию, и плюс, если вы уже нашли диссертационный совет. То есть два плюса мне поставьте, пожалуйста, или там смайлик, например, да. Если вы пишете, но не нашли, ставим минус. Ну, понятно, не пишем, не нашли. Ирина Анатольевна с юмором, замечательно. Ольга Александровна пишет, но не нашла. Владимир Викторович не нашел. Так, так, так. Докторская. Замечательно, замечательно. Понятное дело, что когда мы уже знаем диссертационный совет, с одной стороны мы живем спокойно, потому что мы вроде бы его уже отобрали, да, и, в общем, может быть, мы в принципе обучаемся в аспирантуре просто в том же учебном заведении или научной организации, где мы защищаться, собственно говоря, будем, и перед нами так остро вопрос о поиске диссертационного совета не стоит. Но, опять же, друзья, к сожалению, да, учитывая ту динамику, которую я сейчас только продемонстрировала вам на слайдах, которая, собственно говоря, от 18 января последние данные имеет, сегодня у нас 21-я, то понятно, что фактически, ну, не скажу любой диссертационный совет, но часть диссертационных советов, даже будучи выбранной вами, может оказаться не в очень таком благоприятном положении. Поэтому можно пошагово, как я сегодня расскажу, просто проверить свой диссертационный совет и успокоиться, или если у вас эта процедура как-то вызовет у вас сомнения, значит, подумать, какие-то подстраховочные варианты иметь, да. Значит, что касается первого вопроса, это когда стоит искать диссертационный совет для защиты. И традиционно большинство аспирантов вообще не озадачивается этим вопросом. Почему? Ну, потому что считают, что, ну, я же всего лишь аспирант, я всего лишь там пишу диссертацию, и все, диссертационный совет я искать не буду, потому что либо его посоветует научный руководитель, либо там будет вид, либо прямо уже в ВУЗе есть диссертационный совет, и, в общем, что этим вопросом себя утомлять. Другая категория людей озадачивается этим вопросом, но не знает, как искать диссертационный совет, и поэтому решает для себя следующее, выбирает следующую стратегию. Я сначала, зачем сейчас я буду искать диссертационный совет, у меня работа еще не написана, вот я напишу работу, а после этого я начну искать диссертационный совет. И третья стратегия, это стратегия более активная, то есть, да, я пишу диссертацию, да, я понимаю, что этот проект все-таки длительный, он потребует какого-то времени, но при этом я хотела бы хотя бы сориентироваться, куда я поеду, какой это будет диссертационный совет, и на что мне обратить нужно внимание. Зачем вообще этот диссертационный совет искать? Я, конечно, рекомендую вам озадачиваться этим вопросом и выбрать стратегию искать диссертационный совет заранее по причинам, указанным на слайде. Дело все в том, что в нашей действительности ВАГ, безусловно, регламентирует деятельность аспирантов и докторантов, более того, регламенты эти периодически корректируются, но по большому счету у нас существуют как бы параллельные требования. То есть есть требования, которые официально предъявляет ВАГ к работам, и есть требования пожелания, как я их назвала, которые есть у любого диссертационного совета абсолютно. Очевидно, что требования ВАГ, они прописаны, вы можете открыть документ, посмотреть, как это все регламентируется. Требования диссертационных советов не прописаны, но они негласно существуют, и поэтому возникает вопрос, если я еду, например, защищаться в этот диссертационный совет, то у меня в обязательном порядке на меня будут налагаться какие-то вот такие ограничения, пожелания до этого диссерсовета. Если я вдруг передумаю и переориентируюсь на другой диссертационный совет, я вполне могу ожидать то, что там будут другие такие требования, пожелания. Чего они касаются? Чаще всего, наиболее явственным образом, они могут касаться количества публикаций и уровень этих публикаций у аспирантов и докторантов. Особенно у докторантов, потому что, например, ВАГ не говорит о том, что нужна монография, а диссертационные советы подразумевают, что раз вы готовите докторскую диссертацию, то, соответственно, вы изучаете тему глубоко, у вас должна быть монография по этой теме, а то еще и не одна. Некоторые диссертационные советы вам скажут, что она не просто должна быть, она должна быть авторской, она еще должна быть издана, например, в каком-то конкретном издании или издательстве, то есть, прошу прощения, или в каком-то конкретном городе. Например, говорят, что надо, чтобы работа была издана в Москве, или там еще какие-то требования. Поэтому вот этот момент, представьте, у вас написана работа, вы привозите ее в диссовет, и вам говорят, извините, а у вас публикация не очень-то нам подходит, вот надо еще, чтобы у вас вот это, вот это, вот это было. И получается, вы возвращаетесь на шаг назад и начинаете действовать для того, чтобы удовлетворить требованиям этого диссертационного совета. Кроме того, существуют, опять же, негласные требования, предпочтения относительно структуры работы, относительно объема работы и так далее. Поэтому для того, чтобы вы понимали, примет этот диссертационный совет вашу работу или не примет, мы, в общем, должны ее подготовить в том числе. Это, знаете, у меня некая аналогия возникает с собеседованием. И если я хочу трудоустроиться на конкретную позицию, да, я примерно себе предполагаю, какого работника хочет иметь на этой позиции работодатель. И если наши картинки совпали, да, то есть я пришла в нужном виде, вела себя соответствующим образом, работодатель воспринимает, что да, я подала ему сигнал, что вот я прям молодец. Вот точно так же и здесь. Мы, когда привозим работу в диссертационный совет, мы должны подать сигнал этому диссертационному совету, что это не просто качественная работа, она выполнена хорошо и так далее, да, но эта работа еще соответствует их ожиданиям. И тогда здесь взаимодействие будет несколько проще. Поэтому, когда мы выбираем диссертационный совет заранее, мы можем вот эти вот требования, пожелания сразу же учить в работе, и сразу же ее сделать в соответствии с ними. Что касается поиска, если вы все-таки решаете, что да, хорошо, раз уж это так важно, начну поиск заранее. С чего нужно начать? Нужно начать не с этапов, а нужно начать с ответа на вопрос, какой диссертационный совет вы предпочитаете для своей защиты, и выбираете для своей защиты, куда вы хотели бы попробовать направить свою диссертацию. У нас сейчас есть параллельно существует две группы диссертационных советов. Первая группа – это диссертационные советы, которым дано право присуждения ученой степени самостоятельно, и диссертационные советы, которые присуждают ученую степень, но утверждают и дают диплом соответствующий, то есть диплом кандидата или диплом доктора наук ВАК. То есть здесь для второго типа советов – это такие классические советы, которые были всегда-всегда, а вот первая группа – это такая относительно новая группа советов. Пока мы даже еще толком-то и не можем сделать каких-то, не то что предположений, предположения мы можем сделать, как они будут работать, но как это реально будет осуществляться в достаточно такой длительной перспективе, мы пока не можем. То есть это какие-то точечные вещи, сейчас чуть подробнее об этом поговорим. Друзья, а давайте мы один-два вот так вот поставим, да, в какой тип диссертационного совета вы собираетесь свою работу подавать? Ну так, ориентировочно, понятно, что, может, вы не признаете, но хотелось бы, вы считаете, что это целесообразно? Угу. Во вторую. В первую, Любовь Сергеевна. Хотелось бы первую, Елена Ивановна. Еще, еще, друзья, набрасывайте, пожалуйста. Угу, первая, первая, первая. Друзья, а вот кто в первую, поясните, пожалуйста, вы там обучаетесь в этих организациях, где есть такие советы, или это просто вот такая вот задача, цель, идея там и так далее? Ну, буквально одним словом. Идея, отлично. Еще. Вот кто написал один? Задача, пожелания. Цель такая. Отлично. На самом деле, вот те, кто собираются в первую категорию советов, да, должны быть вооружены, а может быть, те, кто собирались сейчас во вторую, быстренько переориентируются и направят свои взгляды в сторону первой группы, да. Я хотела бы прокомментировать немножко сначала первые советы, а потом поговорить о вторых. Значит, на самом деле, на текущий момент, это общеизвестный факт, но я просто вам напоминаю, что есть перечень университетов и научных организаций, которым предоставлено такое право вручать, не просто присуждать ученую степень, но и давать диплом. То есть в дипломе, понятное дело, будет указано название высшего учебного заведения, где получена эта ученая степень. Вот они перед вами. Это 19 университетов. И, соответственно, у нас есть четыре научных организации, которые тоже имеют право это осуществлять. Значит, пока вот идет переходный промежуток времени, потому что это только в прошлом году появилась такая, даже не инициатива, а решение такое уже появилось, да. Поэтому параллельно в этих организациях еще продолжают существовать диссертационные советы, которые были и ранее. Но понятно, что они должны будут перейти на новый формат. То есть те советы закроются старые, и при этих организациях будут открываться те диссертационные советы, которые уже созданы самими организациями уже по новым правилам. Как долго этот промежуток времени может тянуться? То есть, ну, грубо говоря, если у вас работа уже там из серии полуготовности или почти на финише, когда вы можете вот в этих самостоятельных уже диссертационных советах пройти защиту? Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что, оказывается, да, это не последний перечень, который мы видим. В апреле 2018 года было предложение, собственно говоря, потом возникло решение о том, что можно расширить перечень этих научных организаций и образовательных организаций для того, чтобы предоставить возможность этим организациям вот осуществлять такую самостоятельную деятельность. Поэтому срок окончания приема – это 2018 год, и скоро, я полагаю, мы какой-то результат этому вновь увидим. Мне сложно сказать, когда это будет, январь, февраль или середина года, да, но тем не менее сбор этих заявок уже прекращен, и, соответственно, какой-то анализ ведется, и результат, я думаю, не заставит себя долго ждать. Что касается вот этих советов первого типа, их хоть и мало, но раз у нас есть участники, которые ориентированы на эти советы, или, может быть, кто-то передумает и посмотрит на эти советы иначе, важно понимать, а что это, в чем особенность. Только в том, что они выдадут вам свой диплом? Нет, конечно, нет. А, кстати, а вот кто туда собирается или кто не собирается? Друзья, как вы считаете, первые советы, они чем отличаются от второй группы? У них вообще отличия есть какие-то? Кроме того, что вот то, что они дадут вам диплом, оставляем пока за границей нашего обсуждения. Вот внутренние процедуры. Авторитетность вуза. Хорошо. Что уровень, уровень, видимо, уровень чего? Уровень требований, да, какой-то? Еще, еще, друзья. С вашей точки зрения. Высокие требования к качеству работ. А еще к чему-нибудь там, как вы думаете, есть требования? Не надо доказывать вакт. Но не надо вакт доказывать, конечно, не надо, Ирина Альбертовна, но надо будет доказывать этим самим вузам. Скорость присуждения ученых степеней. Но мы пока еще не знаем, будет ли она быстрее или медленнее, потому что они еще работают в таком режиме, скажем, на черновичок. Давайте посмотрим примеры того, как быстро реализуются эти идеи. Значит, вот, например, Санкт-Петербургский госуниверситет получил такое право еще в 2016 году. Значит, понятно, что они будут создавать советы, присуждать и так далее. То есть, смотрите, на слайде подчеркнуто, что до сентября 2018 года деятельность тех советов, которые были созданы еще как бы под воздействием вакт, да, соответственно, прекращается. То есть, фактически прошло два года. С момента того, как вуз получил такое право, это право реально будет реализовано. Поэтому, если мы говорим, что вот этот список из этих университетов и научных организаций возник относительно недавно, то можно сказать, что вот прям не завтра, скорее всего, эти процедуры будут там актуальны. Кроме того, опять же, я просто на тех вузах, которые уже это имеют право достаточно давно, вы абсолютно правы, более высокие требования к диссертациям. И, кроме того, внизу вот тоже я подчеркнула, более высокие требования к количеству и индексации публикаций. То есть, если положим, то есть регламенты, устанавливаемые этими вузами для этих диссертационных советов, для самостоятельных диссертационных советов, они не могут быть ниже, чем те, которые установлены вакт для всех остальных советов. Поэтому, однозначно, здесь будет больше требований и к тому параметру, то есть к параметру самой диссертационной работы и к публикации. Ну, еще один пример. МГУ давно уже имеет такую возможность. И если мы заглянем в их требования, то увидим, что здесь, если вакт предъявляет требования к публикациям и говорит о том, что они должны быть в перечне вакт, да, то есть журналы, которые входят в этот перечень, или те международные базы цитирования, которые тоже указаны на сайте вакт, то здесь все четко. Тут указаны конкретные базы, куда должны входить работы, кроме, то есть к качественному содержанию и вообще более конкретные требования к публикациям, но и к количественному. Опять же, кто из нас, из участников сейчас готовит докторскую диссертацию, например, знает, что вакт требует не 20 публикаций для гуманитарных специальностей, а 15, а здесь, пожалуйста, в МГУ требования 20. То есть это не на 1-2 единицы, да, а, собственно говоря, на 5 единиц больше, чем тот же показатель, но который заявлен вакт. Поэтому очевидно, что выбирая вот эти диссертационные советы, вы должны осознавать, что вы выбираете более трудный путь, это однозначно, он даже не потому что трудный, что там более высокие требования, он более трудный, потому что там еще нет обкатанной системы, да, то есть будут возникать какие-то технические, возможно, сбои, еще что-то. Поэтому, друзья, если вы выбираете эти организации, вы должны просто осознанно этот выбор делать и быть готовым к тому, что может этот путь осложняться либо техническими, либо содержательными моментами. Если же мы говорим о выборе диссертационного совета из обычной категории, да, из тех, которые работают, как и раньше, в том же самом режиме, то, что мы здесь с вами должны для себя учесть. Ну, во-первых, первый этап – это определение типа совета. То есть все-таки в самостоятельные мы идем или в те советы, которые работают совместно, скажем так, совместно с ВАК. Если вы выбираете второй тип, то первое, куда нам нужно заглянуть, это, конечно, посмотреть перечень действующих советов и определить вообще много советов по вашей специальности, мало советов по вашей специальности, да, то есть вообще познакомиться с перечнем действующих советов. А, кстати говоря, друзья, а вот кому научный руководитель уже сразу сказал, а вот мы будем защищаться вот в таком совете? То есть, ну, как бы вас уже вопрос, вам как бы дали понять, что вы этот вопрос решать не будете. Вот есть такие у нас участники? Поставьте какой-нибудь смайлик или плюсик или что-нибудь. Дайте знать, пожалуйста, что у нас такая ситуация есть. Когда научный руководитель Светлана Николаевна не сказал, держится Ирина Анатольевна, терпит. У кого еще какая ситуация? Елену Ахмедовну сориентировали. Все, остальное мне сказали. Друзья, переместитесь в чат на секунду, ответьте, пожалуйста, научный руководитель вас ведет в этом вопросе или вам дали свободу в этом вопросе? Да, нет или плюс-минус, или какая-то реакция? Смотрите, понятно, что ситуация, когда вам научный руководитель, вас научный руководитель уже сориентировал, она вроде очень приятная. Но, опять же, если вы хотите, вам никто не мешает просто провести вот эту работу, пройтись по этим этапам и просто оценить тот совет, в который вы собираетесь идти на защиту. Когда мы с вами определяем вот этот, посмотрим перечень действующих советов, еще раз подчеркиваю, что мало того, что он сейчас новый возник, это не значит, что он будет сильно долго в этом статусе находиться. Они меняются с определенной периодичностью, и поэтому стоит эту ситуацию мониторить. Мы в этом перечне выделяем те советы, которые соответствуют вашему шифру, смотрим на предмет. Сейчас мы пройдемся по этим шагам, по этим этапам, чтобы вам было все понятно, как это реализовать, потому что обычно вопрос, что мне нужно сделать, он очевиден, а вот как это сделать правильно, не всегда понятно, и моя задача вам это подсказать, как сделать. Провести какой-то географический обзор, если вам это требуется, и отобрать по этому критерию или по какому-то, который для вас более приоритетный. Затем неплохо было бы посмотреть рейтинг диссертационных советов и найти там тот совет или те советы, которые вы для себя отобрали. И когда вы уже там два-три, может быть, совета выбрали, тогда мы можем с вами уже посмотреть про эти советы информацию на сайте ВАГ или на сайте, на страничках самих этих диссертационных советов, оценить, как бы присмотреться, да, какие работы там защищаются, проанализировать вообще деятельность совета, то есть много там защит, мало, может быть, там в основном кандидатские диссертации защищаются, может, там докторских очень давно не было, а вы, допустим, пишете докторскую диссертацию, да, то есть немножечко покопаться в этом повнимательнее и посмотреть какие-то, поискать особенности к требованиям, которые будет этот совет к вам предъявлять, и, соответственно, на последнем шаге, когда вы несколько вот найденных диссертационных советов поработаете, таким образом вы можете сделать выбор, какой для вас кажется более предпочтительным. Александра Сергеевна какой-то вопрос задает, который защитил работу в диссертационном совете, который самостоятельно присуждают ученые степени, будет кандидатом или доктором только в данном вузе, который присудил степень. Александра Сергеевна, он не будет доктором или кандидатом только в данном вузе, вы можете работать вообще в другом месте, да, но в вашем дипломе будет написано, что вы доктор, например, таких-то наук, такого-то учебного заведения. То есть прям конкретно. Если вы сейчас откроете диплом кандидата или доктора наук, любого человека, вот я что-то не сообразила, что можно было бы диплом показать, там ничего подобного не написано. Там просто написано, что вам присуждается такая-то степень, дата, номер приказа, да, там подписи и так далее. Номер документа, естественно. И, соответственно, ну такой он более понятный всем, да. Наверное, у кого-то будет возникать вопрос, а как это, что это такое, там, у тебя такой интересный диплом, там вот написано, что доктор или кандидат такого-то вуза. Ну, я думаю, что наше сообщество преподавателей и ученых, оно все-таки такое достаточно компактное, несмотря на свой солидный объем, да, я думаю, что всем будет понятно, но эта особенность, да, будет. У вас в дипломе будет это написано. Это имеет смысл тоже, как бы, помнить. Но, опять же, вот мы сейчас же опрос проводили, да, для многих как раз то, что это вузы знаковые, скажем так, да, брендовые, важно, что вот будет написано, что ты там защитился не просто обычно в вузе, а вот в таком вот солидном. Да, возможно, да, возможно. То есть, опять же, мы должны взвешивать с вами преимущества и недостатки. Ну, поскольку я экономист, то понятно, что взвешивать преимущества и недостатки – это просто моя природа. Подскажите, пожалуйста, как увидеть совет в соответствующую шифру. Елена Анатольевна, сейчас обязательно мы абсолютно каждый шаг пройдем, все скрины я вам покажу, более того, я вас всеми необходимыми документами снабжу, вам даже не нужно будет их искать. Они, понятно, есть, но я все время стараюсь экономить время участников моих программ и давать все документы просто в руки, чтобы поэкономить ваше время. Итак, первый шаг, понятно, мы определяемся с типом советов, но все, что дальше мы будем рассматривать, будет касаться тех диссертационных советов, которые в своем большинстве существуют сейчас. Сейчас и на текущий момент я уже говорила, что перечень действует от 18 января, я его вам открою. Пожалуйста, если я забуду, напомните мне открыть вам в конце документы. Специально их сейчас не открываю, чтобы вы не отвлекались. И мы говорим о том, что там перечень диссертационных советов, он мало того, что меняется, он уменьшается, однозначно. То есть уменьшается. Что касается самого перечня, вот это единственный скрин получился очень мелкий, но я постараюсь сейчас здесь прокомментировать. Значит, тот перечень, который вы откроете, перед вами, вот он свеженький, 18.01. Для того, чтобы, вот вы сейчас спрашивали, как определить шифр своей специальности, для того, чтобы глазками весь этот документ не смотреть, а он очень длинный, мы, естественно, все автоматизируем, делаем проще. Находим, ну вот у меня в программке просто это вот так вот сильно в правом углу, да, и поэтому такой скрин получился не очень удобный, но тем не менее. Находим такой бинокль «Найти», перед вами открывается вот такое окошечко. И вы вот здесь в окошечко просто вписываете шифр своей специальности. Защищаетесь вы там, я не знаю, по социологии управления, пишите 22.008 и все, и найти. Но обращаю ваше внимание, что на автопилоте стоит поиск на одном листе в Excel. Поэтому вы вот здесь вот в параметрах, нажмете сюда в параметры и сделаете поиск во всей книге, галочку поставите, и потом ваша задача только нажимать «Найти далее», «Найти далее», «Найти далее», и вы все, 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 вот видите, он так раз и помечает, вот он нашел диссертационный совет, который соответствует моей специальности. Но почему у меня здесь слова какие-то написаны? Сейчас объясню. Я просто привожу пример специальности, по которой я защищалась, для того, что наверняка это не единственная такая специальность, но просто ко мне вот обращались люди, что сложно найти диссертационный совет по шифру. Это действительно так, потому что специальность 08.005, она огромная. Там очень много подразделов внутри. И, например, я защищалась по региональной экономике. И если бы я просто ввела вот в это окно шифр этой специальности, то у меня бы нашлись все подряд, и региональная экономика, и промышленность, и логистика, и все, 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 что есть внутри этой специальности, у меня бы нашлось. И опять же, потом мне бы пришлось бы руками, глазами отбирать то, что у меня лишнее, а тут, видите, вот эти вот, где указаны шифры, они вот такие маленькие клеточки, и вам постоянно бы пришлось на нее нажимать и смотреть, это ваше, не ваше, то есть это долго. А мы оптимизируем, да, мы время свое бережем, лучше мы подольше диссертацию попишем или публикацию какую-то сделаем, чем будем такую техническую работу сильно долго делать. Поэтому, если вы знаете, что в вашей специальности есть какое-то ключевое слово, или вот как у меня, да, в этой специальности есть подраздел, который меня конкретно интересует, региональная экономика, то я сюда вставляю не шифр, а вставляю как раз эти два слова. И при этом поиске, при этом запросе у меня находятся только те диссоветы, которые внутри моей специальности, внутри моего шифра могут провести защиту вот по этой конкретной, по этому конкретному направлению. Соответственно, вот этот вот лайфхак, что называется, для того, чтобы это было сделано быстро. Более того, смотрите, я опять как делаю, когда меня просят помочь с поиском диссертационного совета, да, когда человек хочет осознанный выбор сделать, я советую сделать следующее. Вот на этой страничке в книге находится вот этот большой перечень. Вы можете скопировать или выделить цветом. Если вы будете копировать, вот на следующий листок нажмите, и в следующем листе просто перекопируйте эти диссертационные советы, для того, чтобы вы более осознанный выбор могли делать. Потому что документ, вот этот список, он действительно очень большой, представьте, почти 2000 записей. И по нему сложно работать. Более того, когда вы начнете искать диссертационные советы по шифру, вы увидите, что их не так много. Но вот их не так много. Поэтому работать с отдельным листом, когда у вас эти диссертационные советы скопированы, очень удобно. Далее, когда мы с вами вот такой отбор делаем, мы можем с вами столкнуться вот с какой ситуацией. То есть это точно такой же слайд. Вот у меня также стоит региональная экономика. Я в очередной раз нажала на найти далее. И я, вот у меня серенькое, видите, под обозначением, вот у меня нашелся диссертационный совет. Но я вижу, что у него написано при остановлении деятельности совета с такого-то, такого-то, в связи с тем-то. Для того, чтобы посмотреть причину, кстати говоря, я могу посмотреть вот в этой строке. В данном совете в связи с нарушением срока рассмотрения заявления о лишении ученой степени. То есть вот такая причина, по которой закрыли диссертационный совет, при остановлении деятельности диссертационного совета, она может быть. Поэтому, когда я вижу вот эту надпись, но если уж это прям такой совет, в котором я мечтала защищаться, я, может, его скопирую на отдельный лист для того, чтобы иметь в виду, что он, в принципе, существует, его еще не закрыли. Но по большому счету, я должна себе отдавать отчет, что раз он с 28 декабря приостановлен, он может быть приостановлен в течение полугода. Либо я через полгода должна еще раз проверить, в списках он или уже не в списках, либо я должна себе отдавать отчет, что если мне вот прям в течение полгода я рассматриваю там подачу диссертации в диссертационный совет, то, соответственно, это будет нереально. Ну или рискованно, и вообще зачем ему. То есть вот это мы тоже должны с вами учитывать при поиске. Я вам обещала показать причины приостановления деятельности диссертационных советов. Опять же, для того, чтобы, ну, понятно, вы бы эту работу не делали, она вам, может, неинтересна и не нужна, а мне это важно понимать, по каким причинам приостанавливается деятельность диссоветов сейчас, в новых условиях. Так вот, самая такая причина веская, по которой приостанавливается деятельность, это как раз выявление тех несоответствий, которые в требованиях вот этой дорожной карты были зашиты. То есть это требования и к деятельности диссертационного совета, и к деятельности членов диссертационного совета. И вот 93 диссертационных совета из тех, которые еще в списке находятся, они эти требования в той или иной категории не выполняют. Может, и в той, и в другой. Вторая по популярности причина – это в связи с отменой двух решений. Значит, сейчас по новому положению, если диссертационный совет проводит защиты, и в этом совете отменены два его решения, что такое решение? Решение – присудить ученую степень тому-то, тому-то. То есть, когда вы защититесь, прямо в зале заседания диссертационного совета вас поздравят с тем, что все, вам присуждена такая-то степень ученая. Прямо в этот же день после голосования. Но мы с вами говорили, что это решение будет утверждать ВАГ. И вот если ВАГ посчитает, что нет, это решение принято неправильно два раза, все, деятельность этого диссертационного совета приостанавливается. Таких советов в текущем списке 12. Ну и еще одна причина, которая связана с несоответствием состава диссертационного совета. В положении о диссертационном совете в 13-м пункте указаны требования к составу. И если эти требования не удовлетворены, то сейчас опять же ВАГ приостанавливает деятельность этого совета, дает возможность вписаться в эти требования. Но если диссертационный совет этого не делает, то, соответственно, он теряет право дальше осуществлять свою деятельность. Но есть еще такие причины, какие-то проблемы с оформлением аттестационных дел. Кстати, это очень серьезная штука. Как оформлять аттестационные дела? Важно это понимать, ошибок там не делать. Ну и вот какие-то такие сюжеты, когда, в общем, тут штучные абсолютно диссертационные советы. Поэтому мы с вами, зачем я эти причины вам показала? Для того, чтобы вы понимали, что как бы качественно мы с вами не подошли к выбору диссертационного совета, вот это мы с вами, я сейчас покажу, как это можно проверить, хотя бы примерно соответствует совет или не соответствует. А вот, например, по второму пункту, ну вы не можете гарантировать, что ваш диссертационный совет будет в порядке. Поэтому, конечно, опять же, то, о чем я рассказывала, вот эти этапы, вот эта вот ситуация выбора, она не гарантирует на 100%, что тот совет, который вы выберете, вот этот совет, там его никогда в жизни не закроют. Нет, конечно. Но ваш выбор будет осознанный, вы пройдете по всем моментам важным, и, по крайней мере, из того, что мы с вами можем знать сейчас, в текущий момент, мы можем это учесть. Вопрос. Если, возможно, является ли диплом кандидата технических ног, аттестант доцента по кафедре университета, в котором работаешь, основанием или допуском к преподаванию в диссертной данной кафедре при условии отсутствия генерии. Можно я на этот вопрос сейчас отвлекаться не буду? То вы мне его задайте, пожалуйста, или личным сообщением я вам отвечу, или, если у нас минуточки останутся, я к нему вернусь и отвечу, чтобы я сейчас просто не сбилась. Итак, причины вот такие. Это основные причины, и поэтому мы видим, что огромное количество советов приостановлено по этой причине, поэтому неплохо было бы узнать, а соответствует вообще совет вот этим вот критериям или нет. Чуть позже я расскажу, как это можно сделать. Значит, кроме того, когда вы будете вот этот отбор делать, да, то есть мы продолжаем перебор советов, нажимаем на кнопочку «Найти далее», «Найти далее», и если вы их копируете на отдельный лист, то вот эти все клеточки, которые про каждый совет содержат информацию, они у вас на отдельном листе появляются. И понятно, что часто мы ориентируемся при выборе диссертационного совета на его бренд, на его авторитетность, еще на что-то. Но представьте, допустим, вот моя ситуация, да, я живу там в Зауралье, на Урале, там, да, то есть я территориально живу не в Центральной России. И передо мной много-много-много советов. Ясное дело, может быть, я хочу там защищаться в Москве, вот в таком-то совете, потому что это там, я не знаю, круто это там, здорово и так далее. Но опять же, вот, друзья, вы меня простите, но я все-таки эти вещи должна сказать, да, ну, мы с вами должны кое-какие вещи учитывать, например, ваши финансовые затраты. То есть вы должны четко понимать, ну, я не знаю, может, вы, конечно, вечером сидите, деньги рисуете, большинство из нас не умеет рисовать или не может себе этого позволить, да, и поэтому это нормально, когда мы считаем свои затраты, в том числе на этот проект. Соответственно, вы должны четко себе понимать, что это не в смысле вы выбрали диссертационный совет, один раз туда приехали, например, сдали свою диссертацию, и потом в следующий раз поехали туда только на защиту, нет других. Вам туда придется ездить несколько раз. Более того, когда вы будете после защиты заполнять документы, например, да, вот эти аттестационные дела, готовить там, помогать диссертационному совету подготовить эти документы, а может, сами готовить, а они вам будут помогать по-всякому, бывает, вот, то, очевидно, вам там придется жить в этом городе и так далее. Вы должны соизмерить свои финансовые возможности и, как бы, свои желания. Да, конечно, хочу вот в крутом совете защищаться, но сколько это для меня будет стоить, даже просто с точки зрения вот таких расходов. Поэтому я считаю, что это тоже целесообразно на это обращать внимание, и поэтому у нас есть графа город, например, и я могу, когда я уже отобрала диссертационные советы, обратить внимание в том числе и на город. И если какой-то диссертационный совет, да, может быть, он менее пафосный, чем там в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, но если я сейчас его буду проверять, и я увижу, что он вполне себе соответствует требованиям, он вполне себе активно работает и так далее, я могу его выбрать, потому что я ищу какой-то вариант оптимизации. Это нормально, это абсолютно нормально. Но опять же понятно, что это зависит от того, какой у вас подход. Может быть, кто-то дает приоритет авторитетности, а кто-то дает приоритет, чтобы не выйти за какие-то свои ограничения, не попасть там в какие-то долги, много сильно не потратить на это и так далее. Когда мы с вами советы посмотрели, отобрали, скопировали их на лист или выделили внутри этого списка для того, чтобы потом к этому списку можно было возвращаться, то как оценить, вот попадает ваш совет в эти 93 или не попадает? Ну, понятно, если вы сейчас посмотрите, там будет написано, что он приостановлен. А если вот он скоро-скоро будет приостановлен, а вы не знаете, как это узнать? На самом деле, в 2016 году появился такой инструмент удобный для этого, рейтинг диссертационных советов, но он, к сожалению, был доступен только за 2016 год. Ни за 2017, ни за 2018 год этот рейтинг нам не показали. Уверена, что он есть, или какой-то его вариант есть, да, мы просто его не показали. В совете никто не задает вопрос, почему выбрали наш совет. Или, наверное, сложно сказать, может быть, и задают, но на всякий случай найдите вопрос на этот ответ, да. Почему? Ну, считайте, что авторитетный совет, считайте, что члены диссертационного совета работают, многие из них работают в сфере вашей исследовательской работы, и поэтому хотели показать эту работу вот этому совету, потому что хотите там оценки, комментарии этих специалистов услышать. То есть найдите какой-то приличный аргумент. Конечно, не надо говорить, что я приехала в ваш совет, потому что вы рядом со мной, ну, я тут решила сэкономить, да, это мы так имеем в виду при принятии решений, но тем не менее. Соответственно, рейтинга за 2017-2018 год у нас в своем распоряжении нет, но дорожная карта указывает четкие сроки, и вот я говорила, что декабрь 2017 года это очередной был срок, и следующий срок такой же знаковый, да, с масштабным, может быть, приостановлением, будет июль 2019 года. Поэтому, может быть, там, в сентябре посмотрим, да, поговорим с Павел Юрьевичем, может, имеет смысл вернуться к этой теме и посмотреть, каков ландшафт диссертационных советов будет в тот период. Значит, что касается рейтинга за 2016 год, кажется, ну, так он же вообще 100 лет назад, значит, был уже вообще, какое отношение имеет. И, опять же, я понимаю, что вы этим заниматься не будете, не будете сравнивать советы, которые там были, скажем так, плохими, да, и что с ними сейчас происходит. Но это моя работа, учитывая, что я помогаю аспирантам, докторантам, я такую работу провела, и я вам с полной ответственностью могу сказать, что все идет в рамках этого рейтинга. Да, да, какие-то точечные исключения есть, но, тем не менее, если там в этом рейтинге ВУЗ помечен черным, да, скажем так, попал в черный список, то, соответственно, он либо приостановлен, либо уже вот на грани. Поэтому, опять же, рейтинг я вам этот предоставлю, как работать с рейтингом. Вы откроете этот документ, и когда вот вы выбрали, я сейчас секунду вернусь, вот, когда мы выбираем с вами советы, то вот на этом слайде это видно, то вот шифр совета вы видите, да, то есть вот эти шифры вам нужно скопировать, этот шифр, когда вы хотите какой-то совет проверить. И, опять же, мы руками ни в коем случае не ищем, это тоже длинный документ, более того, он по специальностям, по группам специальностей разделен, хотя там, может, удобнее искать, но тем не менее. Значит, и вот сюда вот мы подставляем в строчку поиска номер этого диссертационного совета и ищем. И вам, естественно, быстренько этот диссертационный совет найдется, и вот вы видите, это номер просто в списке, да, вот это вот два показателя, точнее говоря, да, и вот это рейтинг. Если я посмотрю просто на рейтинг, я скажу, ой, что-то там 45-е место, что-то какая-то ерунда, да, друзья. Но если я посмотрю на выполнение вот этих вот показателей, сразу хочу вам сказать, что сейчас до декабря 2018 года там нужно было иметь 90 и 100%, да, то, в принципе, я вижу, что это нормальный диссертационный совет, уж неужели он там совсем чуть-чуть не подтянет вот этот показатель, убеждена, что подтянет. И я в это же время вижу, что есть там диссертационные советы, у которых чуть побольше надо поработать, чтобы до 100. Вот этот показатель должен быть 100%. Да, и поэтому он вроде бы рядышком, но, например, у меня он как-то больше вызывает какое-то сомнение. Да, то есть вы можете посмотреть, ну, еще бы, Лариса Владиславовна, так там вообще все выкладывается только для очень шустрых, поэтому я и говорю, что не каждый аспирант, во-первых, потратит на это время, во-вторых, он просто может не знать, как это сделать, да, где это, что вообще такой документ есть, как к нему подступиться. Поэтому, да, ВАК, в общем, информирует, ну, быстро очень. Опять же, вы можете посмотреть списки действующих диссертационных советов, вы там увидите только один список. Вот я вам составила сегодня слайды с динамикой, я это сделала только потому, что у меня эти списки есть, просто я их раз мониторю, то, соответственно, я их себе скачиваю, да. А, естественно, если аспирант зашел, посмотрел, ну, да, 1912 советов, ну, да, 100 остановленных, и что, может, это вообще стандартная ситуация. Это я понимаю, что это ситуация нестандартная, и с вами этим делюсь. Поэтому смело присоединяйтесь к нашим вебинарам, будет полезно, да, сэкономите кучу времени себе, потому что я вам расскажу то, что не надо будет искать вам. Вот, и когда вы видите, что совет нормальный, может быть, у вас возникает мысль, так, может, вообще у всех советов такая ситуация, да. Ну, я для вас просто взяла, спустилась в самый низ рейтинга и сделала вам там уже, которые там последние, да, места занимают. Вот, ну, даже вот прям ноль есть, там, 63, 31, то есть вот если вот так глазками посмотреть, то, ну, прям совсем-совсем разные показатели есть. И сразу становится очевидно, что если у диссертационного совета максимально близко к 190 и так далее, то, в общем-то, я могу уже чувствовать себя как аспирант более спокойно, потому что я вижу, что, скорее всего, если к этому совету и будут претензии, то точно не по первой причине. Может быть, там, с решениями что-то, может быть, еще что-то, но с точки зрения выполнения критериев здесь все нормально. Поэтому вот этот шаг мы, пожалуйста, с вами не пропускаем, не думайте, что это рейтинг старый, он очень хорошо позволяет себе сделать вот такую проверку. Когда мы отобрали, посмотрели, да, совет нормальный. Мне нравится, у меня, например, три таких совета отобраны. Я уже и географически их отобрала, и по шифру они мне подходят, и посмотрела я рейтинг, все хорошо. Вот выбираю из трех, например. Что я теперь делаю? Я иду на сайт ВАГ, в их вот этом меню нахожу объявление о защитах, и вот в это окошечко вставляю шифр этого совета. Выбираю там годика за два, за три, например, я хочу посмотреть, насколько активно действует совет. Вы вот посмотрите, вы удивитесь, что в некоторых советах там одна-две защиты, например, да, и это только кандидатские диссертации. А в некоторых прям перечень вывалится у нас на такой запрос. То есть вот вы делаете такой запрос, и вы смотрите. Да, защиты есть, защиты есть в разные годы, защиты не по одной, все нормально, совет работает, говорите вы себе. Вы на любую из этих диссертаций, которые в этом перечне есть, заходите, попадаете в карточку этой диссертации, и можете посмотреть на сайт организации, на сайт организации, перейти по этой ссылке, чтобы вам было просто найти, да, и на этом сайте посмотреть те диссертации, которые там представлены, какова структура этих диссертаций, сколько публикаций у этих авторов, которые защищаются и так далее. То есть те вещи, о которых мы с вами говорили, соответственно, они вам будут доступны для понимания. Вам не надо будет диссертационный совет звонить или приходить, или спрашивать, а какие вот у вас там требования, пожелания есть, да. Вы это сами все увидите прекрасно, это будет понятно вот из этого вашего мониторинга. Ну и когда вы вот эти шаги пройдете, например, про три диссертационных совета, вы вот эту информацию собрали, вы уже осознанно, с полным пониманием своего выбора сможете принять решение. Какой совет вам и по какой причине кажется более приоритетным, а какой совет, например, у вас будет рассматриваться как запасной совет, для того, чтобы, а, умали, какая ситуация, значит, вдруг это что-то будет не так. Поэтому вот без проблем вот этим методом можно пользоваться, эти шаги можно проходить и, в общем-то, совет себе найти. Если у вас будут возникать вопросы, или вы хотите вот подобную информацию получать, мы с вами в рамках наших встреч встреч встречаемся только раз в месяц, а какую-то информацию я размещаю на своих страничках или в группе для аспирантов и докторантов, которую я веду. Поэтому можете к ней присоединиться и там материалы брать. Буквально я на днях сделала ролик по поводу того, что изменился еще и перечень публикаций, которые должны быть сделаны. Поэтому можете там посмотреть, там тоже есть интересные моменты. Ну и я сейчас, как и обещала, рейтинг диссертационных советов и перечень вам открываю в документах, на папочку нажимайте в правом верхнем углу и можете скачать себе эти документы для того, чтобы вам их не искать. Татьяна Николаевна, Лариса Владиславовна, поделились ссылками. Пожалуйста, можно этими... Спасибо, Елена Ивановна, очень приятно такую оценку услышать. Значит, можете этими ссылками пользоваться, можете тем, что я вам дала, как бы без проблем, да, чем больше. Кстати говоря, опять же, присоединяйтесь к группе, если вы считаете целесообразным поделиться с кем-то какой-то информацией. Мы размещаем там информацию о конференциях, например, о журналах. Если вы являетесь редактором какого-то журнала, или у вас в ВУЗе проходит конференция, пожалуйста, не сочтите за труд, сбросьте мне на электронную почту или в личный аккаунт информацию, я ее с удовольствием размещу в группе, то есть мы вместе, мы сильнее, мы поговорим друг к другу. И этот список обновляется... Какой список, Сергей Васильевич? Вы о каком списке сейчас спрашиваете? О списке диссертационных советов? Если о нем, то да, он обновляется с разной регулярностью. Да-да-да, он обновляется с разной регулярностью, тоже на сайте ВАК выкладывается, либо в группу ко мне приходите, я там, опять же, чтобы вам лишний раз туда не заходить. Вы не знаете периодичность, с какой туда заходить, это методом, опытным путем, да. Вот. Хорошо, Светлана Николаевна, удачи. Вот. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы вот покопаетесь в этих списках, да, и у вас возникнут какие-то вопросы, можете мне их написать или на Facebook, или можете написать на электронную почту. Не обещаю за день ответить, но там в течение нескольких дней посмотрю, отвечу. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, напишите их для того, чтобы можно было ответить на них прямо сейчас. Я подожду. Давайте тогда так. Павел Юрьевич, я, наверное, останусь на связи, да. А если вопросы будут, то я на них отвечу. Ну, останусь за кадром. Всего доброго. Спасибо. Увидимся. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Наталью Модестовну за замечательный вебинар. Я вижу, было много вопросов, и вебинар был достаточно практический и бил с точку. Вот насчет презентации пусть Наталья Модестовна ответит в чате. Я думаю, что она вас приглашает в группу, и там будет размещена какая-то информация. Ну, пусть лучше ответит сама на этот вопрос. Я напоминаю, что, да, вас тоже всех хочу поблагодарить за участие в вебинаре. Да, запись обязательно будет, конечно. Поблагодарить за участие в вебинаре. Напомнить, что вебинары в Директ Академии проходят каждый день. Я приглашаю на все вебинары, которые у нас проводятся. На всем разрешите с вами распрощаться и пожелать вам всего наилучшего, хорошей рабочей недели и участия в вебинарах Директ Академии. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok